Друзья мои парфюмерные, я рада вас видеть на моем канале, огромное спасибо всем, кто открыл это видео, и в этом ролике я хочу быстро пробежаться по моим парфюмерным фаворитам, это то, к чему у меня чаще всего тянулась рука. Обязательно поставьте сейчас на паузу и напишите о своих любимчиках, потому что обратная связь, во-первых, важна, во-вторых, помогает продвигать видео, в-третьих, мне всегда интересно, и многие позиции я как раз-таки нахожу по вашим рекомендациям. Поэтому всем посылаю сердечки, кто сейчас напишет комментарий на тему этого видео. Единственный парфюм, который я носила чаще всего из серии стойко-ярко-шлейфово-мощно, это моя новинка флёр-бурлеск, ну потому что она на меня такой вау-эффект произвела, кто смотрел мои предыдущие видео, знает, если кто пропустил, то вот так вот выглядит это видео. Это была любовь с первого нюха, я сразу заказала флакончик, и это яркий аромат, очень-очень женственный, на тему пронзительных, громких, холодных белых цветов, с таким современным, немножко скрипучим, порошковым оттенком чистоты, что-то такое, как будто здесь есть и молекулярное современное. Есть немножко от флёв наркотика в раскрытии, и вот недавно, когда это был аромат моего дня, на следующее утро я пошла мыть голову, распустила косу, волосы рассыпались по плечам, и я услышала от своих волос просто прекрасную, сладостную, такую тёплую амбру. Это было настолько красиво, раньше я этот оттенок в нём не слышала, хотя знаю, что здесь в базе именно заявлена амбра. Следующие три мои парфюмерных фаворита объединяет такой момент шипучести, где-то это сладкий лимонадный такой момент, где-то это больше шампанское. Ну, аромат этого направления очень круто всегда звучат весной, в такой межсезонье, когда ещё немного прохладный ветерок, плюс 15, плюс 17, в принципе, с плюс 10 уже они очень круто звучат. Поэтому чаще всего я такое направление ношу либо начало-середина осени, либо вот середина-конец весны. И первый такой фаворит, это, конечно же, Dolce Cabana Ananas. Этот парфюм, на самом деле, я рассказывала, у меня тоже есть отдельное видео с распаковкой первых впечатлений, заказывала я его вслепую, и я вообще на него не делала ставки, я от него ничего особенного не ожидала. Я думала, что это будет, ну, просто такой вкусный шипучий лимонадный аромат. И он действительно такой на старте, но он меня поразил в самое сердце, потому что у него раскрытие очень красивые цветы, белые, нежные. Они не такие громкие, как во флёр-бурлеск, они гораздо акварельнее, но они ещё с какой-то древесно-ветиверной пудрой, как будто бы. И в базе тоже появляется какая-то лёгкая-лёгкая такая тёплая сладинка. Этот аромат меняется, и я бы сказала, вот от своего начала до конца он очень сильно видоизменяется, как два совершенно разных парфюма. Ну, он очень круто звучит сейчас в межсезонье, очень красивый шлейфит, он очень стойкий, кстати, стойкость тоже меня удивила, потому что я, опять же, не рассчитывала, что это будет что-то прям такое хорошее стойкое, потому что здесь даже, видите, такая бодья, если делают обычно такие вот большие объёмы, то это, скорее всего, будет что-то такое со средней стойкостью. Здесь нет, здесь отличная стойкость, так как я делюсь ароматами, скажу, что это один из немногих парфюмов, за которыми люди возвращались и брали ещё своим знакомым, друзьям, приводили с собой других людей за этим ароматом, потому что он реально очень классный. Если вы до сих пор не воспринимали его всерьёз, обязательно попробуйте. Это очень хороший аромат на тему шипучего лимонада, уходящего в женственность и нежность. Следующий мой шипучий вкусненький фаворит, это то, что у меня появилось не так давно. Это Синоним. С этим Синонимом я уже была знакома где-то, наверное, год, если не больше, я делала обзор на два аромата. Один аромат до сих пор у меня есть, вы его видели в моём парфюмерном шкафу, с удовольствием пользуюсь. И я тогда отметила ещё два парфюма, которые я хочу. В итоге у меня появилось достаточно много ароматов Синонима, даже их классные новинки, которые я сейчас разнашиваю, поэтому в ближайшее время тоже будут они фигурировать в моих видео. Этот парфюм, он тоже шипучий, он тоже яркий, он тоже сочный. Не хочу коверкать, поэтому вблизи вам покажу, как это выглядит. Тогда я с ним познакомилась через пробник. У них в каждой коробочке рандомно, как я понимаю, лежит пробник какого-то другого аромата. Тоже, кстати, классная такая задумка. Сами флакончики 33 миллилитра. И сейчас я вам покажу, чтобы, может быть, если вам будет лень идти смотреть обзор, посмотрите, какое мельчайшее здесь распыление. Стойкость у этого аромата очень хорошая, потому что у меня есть вишенка, как я сказала. Этот аромат, он более стойкий, чем вишневый. И если вот здесь шипучесть, вот эта яркость, сочность, она трансформируется в женственность, в легкость, в нежность, то здесь уже эта тема лимонада, она останется от начала до конца. Мне этот аромат пахнет детским шампанским, которое долго держали в холодильнике. А потом малыш решил туда набросать желейных мишек. Причем желейные мишки, знаете, вот такие темные-темные, которые практически такого чернильного цвета в пачке Бон Пари, такие ягодные. И вот примерно так мне пахнет этот аромат от начала до конца. Он беззаботный, он легкий, он понравится молодежи, можно смело дарить своей сестренке, доченьке. Я думаю, что девчонкам от 13 лет и дальше это можно спокойно дарить. Этот аромат не тяжелый, легкий, воздушный, очень круто звенит на свежем воздухе. Вот единственное, что он особо сильно не меняется. Но если вы хотите, чтобы от вас именно звучал такой вкусный лимонадно-ягодно-шипучий аромат, то присмотритесь к этому парфюму. И третий шипучий парфюм, это уже вот для более взрослой аудитории. Это моя новинка, о которой я вам еще не рассказывала, но я буду делать видео про новинки и более подробно расскажу. Здесь вот вкратце, это нишевый аромат, на него были хорошие скидки в Ревгош. Я вот спрашивала по этому в телеграмму своих девчонок, и мне один молодой человек там ответил, что это самый классный аромат у бренда. А все остальное типа не очень, а вот это, да, класс. Я когда читала отзывы, действительно там все этот парфюм хвалят. И к тому же я увидела, что здесь нота винограда. Вообще нота винограда, вы знаете, в парфюмерии не особо распространена. И здесь она очень хорошо чувствуется. Хотя, когда аромат приехал, я в нем слышала больше какой-то общий ягодный тон. Такое ягодное, холодное шампанское, в которое бросили каких-то хвойных веточек, какой-то коры. И здесь, то есть, есть явно лесные оттенки, даже, может быть, местами какие-то венички такие банные, но холодные. То есть, они не дымят, здесь нет парилки, чего-то такого ладаного нет. Здесь этого вообще нет. Аромат холодный, пронзительный, яркий. И вот эта виноградность, она в нем проявилась, когда аромат постоял. И появился эффект не только винограда, а его кожурки и косточки. У меня сразу такое воспоминание из детства. У нас виноград рос в дворе, винный сорт какой-то. И каждый раз в конце лета бабушка и дедушка начинали сбор этого винограда. Громные кастрюли, называли это выворками. Вот они начинали там мять это. И вот выходишь во двор, и вот когда это все действие происходит, вот во дворе стоит вот этот запах терпкого винограда с его косточками, с его шкурками, с его мякотью и соком. Вот здесь вот такой вот оттенок. Но, опять же, это все по парфюмерному. Очень воздушно, очень шипуче, очень холодно, легко. И если вы знаете аромат Домроса, если вы знаете аромат Снобы Золти, то это вот третий аромат, очень близкий к этим двум. И, в принципе, я в своем телеграм-канале писала, что этот парфюм, скорее всего, заменит Домроса на моей полочке. Либо я ставлю там чуть-чуть, и здесь половинку флакончика, потому что это есть 50 мл. И буду как бы чередовать, потому что это, ну, прям, можно сказать, одно направление, одно настроение. Очень круто звучит на таком вот прохладном воздухе, плюс 10, плюс 15. Имеет прекрасный шлейф, очень хорошая стойкость. Ну, конечно, если хочется шлейфа, придется это обновлять. Но это не тяжелый парфюм. Повторюсь, если вы знаете Домроса, то приблизительно вот консистенция, легкость точно такая же в этом парфюме. Поэтому, кто ищет виноград, присмотритесь. Кто ищет шипучие, холодные, но уже такие более взрослые ароматы, присмотритесь. И это заявлено, кстати, мужской парфюм. Но я могу 100% вам гарантировать, что это унисекс. И даже где-то с наклоном в женскую все-таки сторону, чем мужскую. Кстати, моему мужу он тоже очень сильно понравился. Но он, кстати, тоже сказал, что он больше женский. Единственный аромат на тему ягодок у меня, это тоже синоним. Это один из их самых знаменитых. Луиза, это синоним на тему вишенки. Очень такой сочной, вкусной. Немножечко с горчинкой, немножечко со сладинкой. Но в целом, это парфюм очень сочно-вишневый. Этот аромат можно спокойно носить в офис, на работу. Вы никого им не задушите. Через часа 4 нужно будет обновить, чтобы поярче аромат звучал. Потому что вот этот парфюм, он в принципе часов 7. Этот нужно либо на одежду, на волосы прям хорошо нанести, либо через часа 4 обновить. Ну, в принципе, о нем я подробно рассказывала в своем видео. Аромат, который в стилистике Лос Черри, Макс Филипп, Буш. В общем, таких ароматов уже достаточно много вышло на тему вишни. Вот это такая сладенькая, сочная вишня. И также я здесь слышу какие-то цветочные, очень нежные оттенки в серединке. Также среди моих фаворитов есть пудровый аромат. Это, наверное, потому что я купила себе новое платье. А пудровый аромат я ношу в основном только под платьюшки, под юбочки. Когда такая вся девочка-припевочка. И одна из самых нежных пудровых композиций в моем шкафчике, это, конечно же, Ариш от Аркалекшн. Этот аромат для меня очень сильно похож на мой любимый Ланком. Вот этот вот, который тоже я много о нем говорила, что это прям практически мое парфюмерное я. Если выбирать из бутикового люкса. Но Ариш для меня более пудровая и более нежно-мускусно-пудровая. Это, знаете, тот вид мускуса, когда это вот прям какое-то перышко беленькое, пушистое. Когда он такой вот телесный, слегка теплый, слегка такой тальковый. В общем, это один из моих любимых, на самом деле, видов мускуса. И недавно была в Ревгоше и тоже нашла для себя очень красивый, нюдовый такой мускусно-пудровый аромат. Думаю, сегодня зайти его все-таки приобрести. Здесь тоже есть нежная розочка. Опять же, если сравнивать его с Ланком, кто знаком с Ланком, то здесь розочки меньше, здесь больше именно вот этого пудрового красивого мускуса. Очень нежный, очень женственный, очень тонкий, очень изящный аромат. Однозначно, любовь с первого пшика была, ну, просто по-другому быть не могло, потому что он похож на мой любимчик. И из того, что у меня уже больше года, из того, что я просто обожаю, из того, что у меня лучшая в шкафу на тему дождя, на тему влаги, росы, и, конечно же, это Акваселестия. Вот добиваю последние капли и буду заказывать флакончик. Так, в чем это он у меня тут измазался? Потому что, помимо того, что это прекраснейшая композиция, которая стартует для меня мохито холодным за счет лайма, здесь черная смородина, но я ее не слышу, тоже много раз говорила, есть тоже какая-то холодность, шипучесть в старте, но трансформируется он в влагу, в росу, в дождь, который впитал в себя аромат цветов. Вот так всегда я его описывала, поэтому коротко не буду одно и то же вам повторять. В принципе, ничего нового про этот парфюм я сказать не могу. И да, очередной раз я убедила, что это мега стойкий шлейфовый аромат, потому что одежда пахнет до стирки, потому что я его слышу просто до следующего утра, на волосах тоже до мытья. Если вы ищете холодный, очень тонкий, прозрачный, свежий аромат, но чтобы он держался очень классно, чтобы он не химозил, не давал спирта, никуда не скатывался, не замыливался, вообще присмотритесь к этому бренду. Да, это дорого, ребята, но это качественно. И я очень хотела бы познакомиться с другими аквами, у нее там целая большая линейка, и может быть что-то для себя тоже интересненькое я бы нашла. Три последних аромата это парфюмы, которые меня спасали вот в этот период болезни, потому что в принципе у меня обоняние никуда не делось, и наоборот обострилось, и не хотелось какие-то яркие ароматы, а вот эти три это были мое спасение. Это были релакс, расслабление, это максимальное погружение в природу. Маломята, рус эндрус, я называю маломятой, хотя мне сказали, что это неправильное произношение, и это вообще аромат посвящен крапиве, да, это я все знаю, и автор здесь Доминик Рапион, тоже которого я очень люблю, и, кстати, пыльно-голубые глаза, мой любимый тоже работа Доминика Рапиона, поэтому кто любит этого автора, маэстро, обязательно присмотритесь к этим ароматам. Это настолько природный релакс для меня аромат про мяту, про траву, про сочную траву, про зеленую, влажную, про полевые цветочки где-то там растут, где-то сорняки какие-то злобные. Здесь Гальбанум, да, заявлено, кто знает эту ноту, она дает такую прям яркую-яркую, ядовитую немножко зелень, но мята на мой нос и цветочки, это всю зелень немножко, вот эту злобность ее смягчает, и мы в Чернурайске дошли гулять, это был тоже мой аромат дня, и дочка мне в люфте говорит, мама, ну как же красиво пахнет от тебя вот прям ботаническим садом, но стоит отметить, что ботанический сад это не тот, который как оранжерея закрытая, где экзотические цветы, а у нас тут рядом есть с нашим районом ботанический сад, это как такой заповедник зеленый, то есть там поля, там лесополосы, там поля засеяны разными цветами, кустами, растениями, и вот ты как будто вот выехал на природу, вот этот запах свежести, запах зелени, деревьев, родившейся природы, все есть в этом аромате, очень советую, максимально природный за все эти годы, что я пробовала разные ароматы, ничего лучше я не встретила, это прям вау, и второй аромат, который тоже для меня ничем не уступает маломятиям по качеству звучания, по натуральности звучанию, это Ариза, переводится, это парфюм Весна пришла, тоже обещала вам сделать обзор, но позже, ребят, будет обязательно, у меня 5, по-моему, ароматов, и присматриваю еще другие тоже, потому что это абсолютно оказался тоже мой бренд, Весна пришла, несмотря на название, я тоже где-то упоминала это, что это парфюм для меня не про весну, хотя я его сейчас вот носила, тоже у нас пошла пора одуванчиков, все вот эти полянки у нас желтенькие, теплое солнышко, очень хорошо подходит этому аромату, для меня это лето во флаконе, потому что он мне пахнет уже абсолютно возродившейся природой, максимально зелено, где-то даже уже травка подсохла, слышатся оттенки сена, то есть засушенной травы, и здесь очень красивый оттенок есть в мякушке подсолнуха, возможно, ее дает инжир, который заявлен в пирамиде, потому что есть вот эта какая-то белая молочность в нем, но эта вот нотка у меня большая, и вот муж мне тоже, когда мы вместе тестили, он тоже в магазине пахнет прям вот разломанным подсолнухом, вот этой мякушкой, и поэтому этот парфюм для меня про клевер, про плющ, про траву, в которой вы лежите, гадаете на ромашке, и тут же вот этот подсолнух перед вами, вы его разламываете, там в нем ковыряетесь, это настолько красивый, меняющийся, переливающийся аромат на тему утра, где-то вот на природе, в деревне у бабушки, но без всяких там деревенских дополнительных запахов, очень красивый аромат, если у вас где-то представлена ариза, обязательно познакомьтесь, если вы ищете вот такие природные, зеленые, красивые ароматы. Последний аромат, это тоже для меня аромат релакс, он уже, наверное, самый нежный из всех ароматов, которые сегодня были в этой подборке, это вдохни, русская душа. Этот парфюм я называю русской молекулой, потому что если вы знакомы с молекулярными ароматами и с центриками, то здесь вот примерно такая же консистенция, воздушность, легкость. Очень любила его носить на ночь и до сих пор наношу его на ночь, с ним очень хорошо засыпается. А здесь, в принципе, русская молекула, о чем она может быть, это ягодки клюква-брусника, которые бросили в холодную воду, накидали туда коры, мхов, каких-то сосновых иголочек, то есть это такая немножко сибирская тема, в принципе, если вы на пирамидку посмотрите, то вы сразу как бы поймете, в какой именно части русской души здесь говорится. Прекрасный аромат, которым хорошо отдыхается, хорошо дышится, легкий, ненавязчивый, и при том, что у него такое направление достаточно сейчас популярное, трендовое, да, вот это молекулярное, он абсолютно гармонично смотрится с чем-то женственным, и с чем-то спортивным, и с чем-то классическим, то есть аромат такой супер универсальный, плюс его можно спокойно, если вы где-то в офисе работаете, использовать в больших количествах, вы никого не будете им раздражать, напрягать, потому что это очень нежно и акварельно. На этом все, мои дорогие друзья, огромное спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца, всем вам желаю здоровья, чтобы наши носики дышали, и мы могли наслаждаться ароматами, увидимся, пока-пока!